Здравствуйте! Это спортивные итоги года телеканала Улл Правда ТВ. Мы решили вспомнить о приятных событиях в ульяновской спортивной сфере в 2022 году. Расскажем не только о прошедших мероприятиях, чемпионатах и форумах, но и об обновлении инфраструктуры. С вами Константин Никитин и Дарья Сударева. 2022 год был богат на спортивные мероприятия, которые касались Ульяновской области. В частности, 8-я летняя Всероссийская универсиада показала, что наш регион способен принимать у себя такие крупные турниры и соревнования. А начало всему было положено в день студенчества, когда 2022 был объявлен вторым тематическим годом спорта. 2022 год объявлен в Ульяновской области годом студенческого спорта. Регион станет площадкой для сотни спортивных мероприятий, а главным из них станет Всероссийская летняя универсиада по шести видам спорта. Этот год будет наполнен яркими событиями. Главная задача – это создание студенческих клубов, потому что у нас не все вузы их имеют. Мы должны в этом году сделать максимальный акцент на развитии студенческого спорта на территории вузов. База у нас есть, есть все шансы, чтобы мы были одними из лидеров Российской Федерации. И, конечно же, самым главным мероприятием года станет летняя универсиада, 8-я, на которую съедутся все звезды спорта, приедут министры, приедут почетные гости. Во время торжественного мероприятия главные виновники торжества, представители спортивных команд вузов Ульяновской области, были приглашены на сцену. К ним присоединилась команда Ульяновского училища Олимпийского резерва, главного спортивного резерва области, где осуществляется подготовка студентов по 18 видам спорта. В этом году училище отметит юбилей – 55 лет со дня основания. Очень здорово, что именно сегодня мы торжественно открываем год студенческого спорта Ульяновской области. Он станет вторым этапом запланированной пятилетки. Напомню, что следующий, 2023-й, станет годом развития спорта в годовых коллективах, развития спортивных сообществ. А 2024-й – годом спорта старшего поколения. Прошлый же 2021 год, год детского спорта, несмотря на все сложности ковидного периода, прошел довольно-таки успешно. Почетным гостем праздника стал футболист, бронзовый призер чемпионата Европы Дмитрий Сычев. В год студенческого спорта он будет выполнять важную миссию посла и помогать развитию спорта среди студенчества. В день торжественного мероприятия он успел провести ряд мастер-классов для ульяновских воспитанников. Я в который раз убеждаюсь, что у вас очень спортивный город. Я думаю, вы должны поаплодировать прежде всего себе. Это правда дорогого стоит, потому что не везде в России так любят спорт. Статуэтку посла года студенческого спорта получила и Анастасия Соловьева, бронзовый призер параолимпийских игр. Я считаю, что спорт это такая очень сильная история развития не только здоровья, но и внутреннего твоего мира. Потому что благодаря спорту ты развиваешь выносливость, терпение, храбрость, отвагу. Также послом года студенческого спорта стал Алексей Трифонов, чемпион мира по кикбоксингу. А почетное право открыть год студенческого спорта предоставили Варваре Барановой, участнице Олимпийских игр в Токио. А теперь послу года студенческого спорта. Ирина Антонова, Герман Баранов, Управда ТВ. По-настоящему уникальное спортивное событие с оттенком истории «Лыжня России» прошло на биатлонной базе «Заря». Лыжня пришла к нам еще с советской эпохи, когда любой желающий выходил на массовый старт вместе со спортсменами, политиками и знаменитостями из своего региона. Кстати, несмотря на что, «Лыжня России» дает старт забегу каждый год вот уже на протяжении 40 лет. Два, один, старт! Получить заряд эмоций, проверить себя и укрепить иммунитет. Сотни профессиональных спортсменов и просто любителей, молодых и представителей серебряного возраста вышли на старт «Лыжни России». Всероссийскую акцию проводят в Ульяновске ежегодно с 2006 года. Это самое масштабное по количеству участников и географическому охвату зимнее спортивное мероприятие. Но в этом году в связи с эпидемиологической обстановкой центральный старт в регионе прошел с участием лишь совершеннолетних участников. Во-первых, это здоровье. То есть человек после «Лыжни России» завтра сегодня пойдет, например, в баню, отдохнет душой и телом. Ну а здесь зарядился, встретился со своими друзьями, товарищами, с кем, например, катался раньше. Для профессионального, ну это больше поддержка спортивной формы. Не показать какой-то высокий результат, а просто посоперничать со своими соперниками. Первыми дистанцию преодолели профессиональные спортсмены. Мужчины пробежали 5 километров, женщины – 2,5. Но главная часть зимнего праздника – любительский массовый забег. Участники в этой категории преодолевали дистанцию в 1 километр и проигравших не было. Для большинства здесь главное не победа, а участие. Всегда поддерживаю лыжников наших, всегда принимаю участие у них и всех призываю к этому. Движение – это жизнь, просто ради движения, просто ради занятий с культурой. Вот из-за этого всех призываю к этому, пусть все занимаются. Зимой – лыжами, летом – велосипедом. Ну, здоровая большинство, нам очень нравится, сама атмосфера веселая. Показательный пример продемонстрировали и первые лица региона. В состязании приняли участие председатель правительства Владимир Разумков, глава Ульяновска Дмитрий Вавилин, министр физической культуры и спорта Рамиль Егоров и министр по информационной политике Наталья Мартынова. Я всегда постараюсь участвовать в таких мероприятиях, считаю, что командный дух – это очень важно. И вот здесь мы команда, команда Ульяновской области, команда мечты. На лыжах ездить люблю, мы по выходным с дочкой катаемся в парке нашем. Почетным гостем мероприятия стала и председатель комиссии по делам молодежи Федеральной общественной палаты Елена Родионова. Вместе с командой ульяновцев совершить эту гонку, которая действительно является событием, таким командным духом, мне кажется, славится во все времена, потому что неважно, лыжник, не лыжник, умеешь, не умеешь, сколько тебе лет в каком-то регионе, ты идешь к классной командой, в хорошем настроении, к победе, вперед. Победителями спортивного забега на 2,5 километра среди женщин стала Ольга Дмитриева, а среди мужчин на 5 километров – Михаил Абрамов. В массовом забеге на 1 километр среди мужчин победу одержал Алексей Евдокимов, а среди женщин – Софья Зайцева. Самым старшим участником лыжной гонки оказался 77-летний Михаил Кириллович Черкас. Алина Тихонова, Сергей Кудаков, Уллправда ТВ. Восьмой межрегиональный турнир по смешанному боевому единоборству Кубок Жадовского монастыря состоялся в Индии. Участники погрузились в бескомпромиссные поединки с триумфом силы духа и воли. Организаторы решили приурочить соревнования не только ко дню Великой Победы, но и в честь памяти бессмертному подвигу ульяновских десантников. С раннего утра стоянка возле Индинского спорткомплекса «Губернаторский» забита до отказа. В городе главное спортивное событие года – открытый турнир по ММА Кубок Жадовского монастыря. На него съехались около полутора сотен спортсменов из Ульяновской области и соседних регионов. Приветственные слова и акапельное исполнение гимна России оперной певицей Аленой Юркиной. Своеобразный симбиоз религий, искусства и спорта. Кубок Жадовского монастыря – это не чисто спортивное мероприятие, это праздник спорта. Россия священная наша держава, Россия любимая наша страна. Чтобы каждый из вас в первую очередь приобретал тот замечательный духовный опыт, который дают занятия спортом. Это сила превозмогать, это терпение, это смирение. Поэтому во всем этом все эти качества пригодятся во всей вашей жизни. Сейчас уже у нас есть свои герои. Зачастую приходится слышать, что молодежь потеряна у нас. Нет, она не потеряна, особенно в лице вас, спортсменов, воинов духа. Взрослые участники соревнований от 16 лет бились в октагоне. Младшие ребята от 12 лет по соседству на борцовском ковре. И там, и там было очень жарко. Разница лишь в том, что у взрослых по правилам разрешены жесткие удары, в том числе и в голову. А у маленьких участников в доминанте борьба. К тому же стимул выиграть в возрастной категории 18 плюс был велик. Кубку, медали и грамоте прибавлялось финансовое поощрение. Как победителей, так и призеров. Поэтому компромиссов даже между представителями одного региона не было. А еще организаторы и гости отметили, что уже на этом турнире заметен прогресс в подготовке спортсменов. Большинство схваток были очень равные, что говорит о мастерстве бойцов. Приезжаем сюда с удовольствием. И если я не ошибаюсь, мы, по-моему, не пропускали ни одного клубка Жадовского монастыря. За что отдельный поклон от Тюни Тихону, который все организовывает именно для спортсменов. Все для людей, все для спортсменов. Поэтому огромное спасибо вам, организаторам. Все прекрасно. Из восьми своих кубков три клуб «Пересвет» при Жадовском монастыре провел в Индии. Это для поддержания местных спортсменов из самого отдаленного от областного центра города Ульяновской области. У нас цель стоит развитие этого спорта в периферии. И плюс в Индии мы откроем филиал нашего клуба «Пересвет». В ближайшее время тренировки и для популяризации мы как раз здесь провели этот турнир. К слову, индийским ребятам будет на кого равняться. Двое пересветовцев обошлись с гостями негостеприимно и выиграли кубки в своих категориях. Студент Жадовского сельхозтехникума Олег Тилисен исполнил свою давнюю мечту. Он провел на турнире три боя и победил во всех, раз за разом устраивая эффектные противостояния. Я лучший! Просто лучший! Чего было самое трудное? Ну, когда он треугольник застегивал. Меня был уже воздух перекрывал, но я потерпел. Слава Богу за все! Почин Олега поддержал его старший одноклубник Кирилл Ларин. Двухметровому атлету хватило полтора раунда, чтобы впервые выиграть кубок родного клуба. Впрочем, гостям не на что обижаться. Большинство наград уехало за пределы Ульяновской области. Правда, как отмечают организаторы, проигравших на этом турнире нет. Каждый, кто приехал в Инзу и вышел на бой, уже победитель. Дмитрий Егорин ведет студию Барышевской епархии. Специально для Управдам ТВ. Продолжая тему борьбы, регион пригласил на фестиваль по самбо ребят из соседних областей, а также из стран ближнего зарубежья, превратив турнир в международный. А посвящен он был святому благоверному князю Дмитрию Донскому. Красивые броски, болевые приемы, хлесткий удар и безупречная защита. В Ульяновске прошел третий международный фестиваль по борьбе самбо среди юношей и девушек, посвященный святому благоверному князю Дмитрию Донскому. Ребят ждала увлекательная программа. Организаторы рассказали об истории самбо, подготовили эффектную театрализованную постановку и танец флэш-моб. Два дня сотни мальчишек и девчонок со всей России боролись за медали. Данный фестиваль вобрал в себя Кубок Метрополита и Кубок Главы Города. Кубок Метрополита – это с 7 до 9 лет, и с 9 до 16 лет – это Кубок Главы Города. Свою историю соревнования ведут с 2016 года. С 2020 года им присвоен статус международных. На этот раз в Ульяновск съехалось 800 ребятишек с разных регионов России, Азербайджана, ЛНР и ДНР. Среди почетных гостей фестиваля – 7-кратный чемпион мира, 3-кратный чемпион Европы, 5-кратный обладатель Кубка мира Раис Архматуллин. Он поделился с ребятами своим секретом успеха. Секрет простой. Всегда при встрече с молодыми подрастающими поколениями, с подрастающими самбистами, я всегда говорю, есть две составляющие, которые позволят вам добиться результата не только в спорте, но и в других сферах жизнедеятельности. Это две составляющие трудолюбия и целеустремленности. Самбо, как вид спорта, появился в Советском Союзе в 1938 году, а после стал международным видом единоборства, основанный на дзюдо и джиу-джитсу. Кирилл Савосин, Геннадий Бухтаяров, Управда ТВ. Каждую весну центр Ульяновска превращается в большую беговую зону. В 2022 году наш город уже в 78-й раз провел областную эстафету на призы газеты «Ульяновская правда». Соревновались абсолютно все – школьники, студенты, спортсмены и просто любители спорта и легкой атлетики. В предпоследнюю субботу апреля центр Ульяновска становится большой беговой зоной. Регион в 78-й раз принимает традиционную областную эстафету на призы газеты «Ульяновская правда». Данил, до конца! Не сдавайся, Данил, не сдавайся! Давай! У болельщиков эмоции через край, у участников нет сил после финиша. На дистанции все выкладываются по полной. Екатерина Михалкина вместе с мужем Алексеем и сыном Семеном во второй год подряд побеждает в семейном забеге. Но чемпионское интервью лаконично, как спринтерский этап. Мы готовились, мы это сделали, мы лучшие. А вот министр физкультуры и спорта региона Рамиль Егоров вообще кажется без нервов. Разминается тщательно и не скажешь, что через пару минут ему на дистанцию бежать за сборную областного правительства. По зову сердца и каждый год я думаю, как сделать так, чтобы было лучше, чем в прошлом году. Это очень важный вопрос. Я сейчас бегаю, разминаюсь и думаю, как преодолеть себя и показать результат лучше, чем был в том году. Чтобы не подвести себя и команду самое главное. В одной команде с Егоровым и губератор Алексей Русских. Ему доверили заключительный 23 этап эстафеты. И хотя его дружина не первая на финише, главное участие не победа. Отдышавшись, говорит глава региона. Отличное настроение, чувствую энергию людей, которые сюда пришли. Да, спасибо. Занимайтесь спортом, живите спортом, будьте сильными. Всего эстафета собрала более 4000 участников. Победителей выявляли в 10 зачетных группах. К двум из них пристальное внимание. Практически никто не сомневался, что Ульяновский педагогически обгонит всех своих конкурентов. В его сборной собраны многие ведущие атлеты области. Артем Долганов один из них. Ему бежать по двум улицам. Гончарова и Ленина. На поворот, да, кстати. Я вот еще заметил, сейчас ускорение, когда делал, когда начинаешь быстро бежать, поворот там заправляет немножко. А так, думаю, не будет мешать. Ни поворот, ни соперники сборной педуниверситета не помешали. На финише отрыв ульяновцев от гостей из Самары внушителен. В итоге 50-я победа сборной УЛГПУ в рамках областной эстафеты за всю ее историю проведения. Единственное, что не удалось, обновить рекорд трассы, установленной несколько лет назад гостями из Пензы. На самом деле очень приятно было бежать с такой сильной командой. Приятно было то, что команда уже сделала огромный отрыв к моему этапу. Я думаю, это не только мои эмоции, но и каждого из нас. Очень яркие, очень счастливые. Я ребятам утром сказал о переживаниях, но уверенность, она была сильнее, чем переживания. Еще больше внимания сильнейшему забегу школьников. Здесь участников в несколько раз больше, а значит и конкуренция выше. Кто бросит вызов в сборной первой гимназии, которая не знает поражения в то же несколько лет подряд? Вопрос, ответ на который, увы, никто. Гимназисты с первых метров дистанции уходят вперед и наращивают преимущество на каждом из 23 этапов. В итоге выигрывают за явным преимуществом. На втором месте сборная 66-й школы из-за Свияжья, третья – команда 17-й из-за Волжья. У нас сильная команда. Мы рассчитывали на то, что будет большой отрыв и надеялись на это. В числе победителей – стафеты сборной регионального «Динамо», а также легкоатлеты Инзинского района, которые первенствовали в четвертый раз подряд. Правда, в этом году у своих главных конкурентов – спортсменов Цельнинского района – они выиграли всего полсекунды. Михаил Сашанский, Данил Сурков, Управда ТВ. Как мы уже говорили, самым торжественным мероприятием в спортивной сфере для Ульяновской области в 2022 году стала летняя Всероссийская универсиада. Было вложено не только огромное количество средств, но и колоссальные силы, ведь регион был обязан показать себя самой лучшей страны. В итоге событие прогремело на весь город. Гости из разных городов страны съехались на стадион «Труд», где происходило все самое интересное. Катание на бобе для бабслея для всех желающих, тренировки на свежем воздухе. Так динамично и весело открыли в Ульяновске восьмую летнюю универсиаду. На стадионе «Труд» работали тематические площадки. Основатель школы единоборств Хачатур Малхатян пригласил тренера из своей команды, чтобы показать детишкам, как правильно разминаться и разучивать базовые приемы. Также мы покажем показательные выступления. Довольно именитые боксеры побьют по лапам. Я думаю, это будет интересно, особенно для родителей, которые пришли сюда с маленькими детками. Журналистика – профессия. Опасная хрупкой корреспондентке надо уметь постоять за себя. Сейчас тренер по кикбоксингу Хачатур Малхатян покажет мне пару приемов. Хачатур, здравствуйте. Пожалуйста, возьмите мой микрофон. И давайте уже займемся. Смотрите, я для этого специально лапу взял. Мне микрофон же надо говорить, правильно? Или можно не говорить? Да, сейчас расскажите, что вы мне будете показывать. Микрофон, пожалуйста. Смотрите, удар. Есть эффективные приемы. Это удар в пах в глаза. Но мы, к сожалению, не сможем сейчас это продемонстрировать. Давайте я вам покажу удар локтем в голову. Ручку согните. Ручку согните. Вот, прям острый угол сделайте. И боковым ударом. Я сейчас вам буду держать. Да, боковым ударом попробуйте. Еще сильнее. И с небольшим шагом можно попробовать это. Работают здесь на площадке. Вот, еще. Все тренеры школы единоборского локтема работают. Это очень эффективно. Если вас кто-то будет обижать, очень сильно. Если вас убежают, вы можете применять. После мастер-классов стартовала церемония открытия. В программу универсиады входит шесть видов спорта. Бокс, греко-римская борьба, тхэквондо, спортивное ориентирование, бадвинтон и шахматы. В Ульяновск приехали более полутора тысяч спортсменов со всех регионов страны. Гимн, флаги и выступления артистов. За эффектной программой последовал товарищеский футбольный матч. На поле вышло сборное правительства Ульяновской области. С ними сыграла сборная команды универсиады. Со счетом 3-3 победила дружба. Звонко комментировал игру Георгия Черданцев. Алексей Русских сыграл в составе сборной правительства. После двух оживленных таймов губернатор приветствовал публику. Дорогие друзья, я приветствую всех участников, организаторов и гостей 8-й Всероссийской универсиады. Я благодарю спортивную руководство нашей страны за то, что они доверены привезти эту универсиаду именно нам. За то, что у нас есть возможность посмотреть выступления ведущих молодых спортсменов России. Министр спорта Российской Федерации приехал на церемонию открытия. Олег Матыцын оценил организацию спортивного торжества. Более 70 регионов направили своих студентов для участия в универсиаде. И это лучшие студенты, лучшие спортсмены. Это будущее нашей России. Я хочу поблагодарить организационный комитет, Ульяновскую область, поблагодарить Российский студенческий спортивный союз. Церемонию посетил и президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов. Ни один вид деятельности не приносит столько эмоций, сколько дарит спорт. Причем эти эмоции испытывают и участники соревнований непосредственно на аренах, где они выясняют, кто из них сильнее. Ну и зрители на трибунах. Уже с понедельника в городе начнутся соревнования. Ульяновскую область представляют 90 студентов из пяти вузов. Участники финалов были определены в региональных отборочных состязаниях среди студентов. Под соревнования заряжены Волго-спорт-арена, ФОК Орион, Центр Тэквондо и городские парки. Продлятся баталии до 15 июля. Виктория Черкова, Геннадий Бухтояров, Уллправда ТВ. Еще одна дань памяти советскому наследию – День физкультурника. Наша страна отмечает его с далекого 1939 года. А в 2022-м Ульяновская область отметила этот день на славу. Говорят, что ни один любитель спорта не остался разочарованным. Центральный Волжский пляж – одна из главных площадок Всероссийского дня физкультурника в Ульяновске. По традиции здесь работают десятки спортивных площадок. Вход для персоналов и любителей свободный. Очень здорово, что больше людей занимается спортом, кто интересуется спортом. Но и самое главное, что многие остаются в спорте. Это дорогого стоит. Традиционный турнир по пляжному волейболу собирает множество дуэтов. Жаркая борьба на безжалостном солнцепёке, тем не менее, исключает контактную борьбу. Сетка разделяет соперников. Чего не скажешь в турнире по рэкболу. Это симбиоз борьбы и баскетбола, помноженный на песчаную площадку. Без мяча за рубон не включаемся, не боремся. Во время того, как игрок упал, висток к чему-то и сразу, в том, что играем на песке, чтобы во рту и в глазах у вас не было песка. Три команды единоборцев разыгрывают награды турнира. Состав дружин от начинающих спортсменов до стиловных мастеров, которые констатируют, рэкбол на пляже для борца – та же самая тренировка, только лучше. На песке тяжело будет. То же самое, как тренировка, выносливость силовую, выносливость. Потом, как бы сказать, и дыхательную всю эту тренировку, когда ты устаешь. Трехкилометровая трасса по песку, сдобренная 20 испытаниями различной сложности, где надо карабкаться по стене, отжиматься, тягать автомобильную покрышку, ползти под Полстунский после посещения бассейна. Все это гонка с препятствиями – аналог знаменитой гонки героев. В программе Дня физкультурника эти состязания дебютируют. Здесь все-таки воля, потому что силы-то есть у всех, а иногда думаешь пойти, не пойти. Все-таки воля прежде всего. Пройти гонку с препятствиями все же отважились около полусотни ульяновцев. Тяжелые испытания, раскаленный песок – не помеха ни юным спортсменам, ни хрупким девушкам. Проверить себя, проверить свои силы, на что я способна, где есть слабые места, чтобы их прокачать. Ни одного схода, несмотря на сложность дистанции. До финиша, отдав все силы и эмоции, добираются все и становятся настоящими героями. Это главный итог дебютных стартов. Самое сложное было бег по песку. Необычное покрытие, я по нему никогда не бегал. Вроде не в Бразилии живем, не во Флориде. Мне было это непривычно и тяжело. Вот стремление показать себя максимально эффективно и добиться победы, для меня это, кажется, самое главное. Но я думаю, что спорт и физкультура дарят радость и пользу абсолютно всем. Более 160 мероприятий, по данным областного Минспорта, прошло в Ульяновской области в минувший день физкультурника. Участие в них приняли более 10 тысяч жителей региона. Михаил Сашанский, Управду ТВ. Более 10 тысяч ульяновцев стали участниками традиционного Всероссийского Олимпийского дня, который не мог пройти мимо Ульяновской области. Для всех желающих организовали 80 мероприятий, в числе которых состязания по различным видам спорта, а также показательные выступления ведущих атлетов области. Легким бегом ранним утром стартовал в Ульяновске с Российский Олимпийский день. Праздник спорта и здорового образа жизни прошел уже в 33-й раз. По традиции первыми его участниками стали активисты клуба любителей бега «Ювенис», разыгравшие свои награды на дистанциях 3 и 5 километров. Международный Олимпийский день многократно приятнее участвовать в таком забеге-пробеге, когда у людей только положительные эмоции и только улыбки на лице. В рамках праздника десятки мероприятий, среди которых акция «Симбирские ступени». Забег не по горизонтали, а практически по вертикали. 607 ступенек по лестнице у Краеведческого музея. Испытания для души и тела. На одной мотивации не добежишь. И то же самое, если твоя подготовка не специфична под лестницу, то как бы без мотивации-то тоже тяжело продолжать бежать. То есть тут 50 на 50. Игорь, давай! Оп! 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 Игорь, давай! Игорь, давай! Игорь, давай! Верил, что выиграю и добился. Боролся прям до конца, до самого. Тем временем на центральном пляже Ульяновска свои жаркие баталии. Впервые регион принимает большой сроссийский турнир по пляжному волейболу. Более 10 площадок, более 30 команд из нескольких регионов страны. На возраст никто скидок не делает. С награды в равных условиях бьется и молодежь, и ветераны. Честно надеемся в восьмерку зайти. Потому что турнир все-таки молодежный. Приехали хорошие ребята из Казани, из Москвы, из Питера команды. После кемпа остались. То есть, ну, будем пытаться в восьмерку зайти с своими ветеранскими возможностями. А стадион «Локомотив» по традиции отдали футболистам. Здесь первый областной турнир среди молодежных команд. Кубки и медали приготовили для студентов вузов и учащихся техникумов. Как и на других площадках региона, девиз состязаний «Знай наших». Нам надо, чтобы наших героев знали. Ульяновцы должны знать ульяновских героев. Мы, россияне, должны знать российских героев. Это очень актуальный, приятный и ложащийся на ухо слоган. Героями мини-футбольного турнира стали студенты педуниверситета. В решающем поединке они переграли представителей аграрного университета, забив по одному голу в каждом из таймов. Награды чемпионам вручили футболисты ульяновской «Волги», завоевавшие недавно путевку в Первую лигу чемпионата страны. Остальных лауреатов Олимпийского дня чествовали уже вечером на набережной Свияги, где нашлось место показательным выступлением представителей региональной конфедерации единоборств. Это большой национальный праздник, который говорит о том, что олимпизм жив, что олимпийские виды спорта – это олимп всех видов спорта. И чтобы мы внимательно следили за олимпийским движением в целом Российской Федерации. Таким образом, организаторы Олимпийского дня словно передали эстафетную палочку организаторам всероссийской летней универсиады. В Ульяновске она стартует в ближайшее воскресенье. Церемония открытия 3 июля на стадионе Труд. Михаил Сашанский, Олправда ТВ. 2022 год стал уникальным для нашего региона еще и с точки зрения водных видов спорта. В нашей акватории прошел чемпионат России по парусному спорту. Белоснежные яхты впервые вошли в таком количестве в прибрежье Ульяновска. А мы смогли застать первую гонку чемпионата в классе микро, в которой состязались небольшие, но очень красивые яхты. Имя у каждой свое и история успеха у них разное. Яхты и нагородних гостей прибыли в Ульяновский яхт-клуб в Левобережье, чтобы рассекать волны на всероссийских соревнованиях по парусному спорту. Столичный спортсмен Иван Левин рассказал историю создания своего победоносного судна. Моя лодка, она не моя личная организация, в которой я работаю тренером по парусному спорту. Она у нас детская. И у нас традиция, у нас все лодки называют дети. А все названия берут из книг Владислава Петровича Крапивина. У нас Крапивинский отряд, отряд «Флагман». И дети называли вот так нашу лодку. Трималина, но это с итальянского, там ветер определенный. На официальной церемонии открытия организаторы рассказали о правилах соревнований. Они должны соблюдаться неукоснительно, иначе можно вылететь с гонки. Ну, например, одна яхта идет правым галсом, а другая левым. Значит, яхта левого галса должна сторониться яхты правого галса. Если она этого не делает и вынуждает яхту, имеющую право дороги, изменить курс, то яхта левого галса будет дисквалифицирована. Приехали именитые экипажи со всей России. Призеры чемпионата мира 2019-го, победители чемпионата России и Кубка России того же года, а также призеры чемпионата и Кубка России 2021-го. Ульяновцы не боятся сражаться с маститыми соперниками. На яхту «Землячку» с озвученным именем экипаж пригласил нашу съемочную группу, чтобы привлечь удачу. Яхтсмены из 12 городов страны уже вышли на большую воду. Погода стоит чудесная. Ветер от 3 до 6 метров в секунду. Самое то, чтобы идти под парусом. А мы сейчас находимся на яхте «Адонис» с ульяновской командой. Капитана зовут Станислав. Называть фамилию и беседовать с нами он отказался. Был сосредоточен на деле. А вот самая младшая спортсменка этой команды, 17-летняя Амина Галимова, рассказала о своем пути под парусом. Несмотря на юный возраст, список соревнований внушительный. На спорт я попала совершенно случайно. Я до этого занималась очень долгое время греблей. И вот, то есть, получается, у нашего тренера была яхта. И как-то в шутку я сказала, что можно с вами на гонке. Ну, вот так и осталось. В соревнованиях каких еще участвовали? Ну, я участвовала в кубке Дмитрия Кульбицкого, в ежегодных регатах «Огневенца». Да и просто новый гонок было. Открытие регаты и старт первой гонки состоялись. Далее на протяжении еще двух дней лучшие экипажи страны в классе «Микро» будут соревноваться друг с другом за победу. Виктория Черкова, Данил Сурков. Улправда ТВ. Ульяновские спортсмены по водному полу на протяжении всего года состязались не только с региональными командами, но и давали отпор напористым парням из соседних регионов в регулярных чемпионатах. А летом в регионе прошел кубок «Березовой рощи» по пляжному водному полу. Восемь команд из регионов России сразились за золотые кубки. Три московские, две казанские, команда из Оренбурга и ребята из Березняков Пермского края. Ну и, конечно же, ульяновцы. Хозяева турнира вышли на воду. Павел Агеев из Москвы занимается водным полом с раннего детства. Игрок команды Кунцева, представитель знаменитой династии ватерполистов. Ранее он играл профессионально, теперь занимается любительским спортом и тренирует подрастающее поколение. Павел и его товарищи ульяновские впервые. Турбазу «Березовой рощи» хорошо подготовили к чемпионату. Первое впечатление у гостей – приятное. Ульяновск очень нравится, хороший, красивый город. Отличные условия для игры, тепло, карьер, чистый, большой, интересное поле. И интересно посмотреть, как играют в Приволжье. У вас здесь даже свой чемпионат, несколько, пять, по-моему, команд. То есть посмотреть, и это же отбор на Россию. То есть посмотреть, готовы ли ребята к чемпионату России, чтобы проявить себя в более большой воде. Команды построились. Ватерполистов поприветствовали министр спорта и организаторы. В этом году у нас аншлаг. Восемь команд. География растет. Сегодня гости с Пермского края. Несколько команд с Москвы, то есть уже обращают внимание, ну, и стараемся соответствовать этому статусу, тому, чтобы кубок все время разрастался, становился с каждым годом все круче и круче. Татьяна Кунцевич сразилась на воде с мужчинами, потому что ее женская команда не приехала к нам на турнир. Игра была жесткой, но Татьяна справилась. Она с детства занимается этим видом спорта. В основном все ребята, конечно, джентльмены, и это радует. Да, на этом турнире особенно очень хотелось бы отметить такую дружелюбную обстановку, да, все ребята понимают, что перед тобой девочка. Пляжный отдых всегда связан с рисками. Водные глубины порой бывают неблагосклонны к человеку. Видно, что рядом с прудом дежурят спасатели. Осталось проверить, насколько резво они выручают утопающих. Пришлось переодеться в купальник и выйти на лодочную прогулку. Да, здесь горячо и весело, но не стоит забывать о безопасности на пляже. Постоянно дежурят сотрудники МЧС. Здесь спасут любого. Ну а я сейчас заплыву, наверное, слишком далеко. Запрещено заплывать за буйки. Исключением можно считать организованное поле для ватерполистов. За ними, кстати, тоже присматривают спасатели. Пока половину нашей съемочной группы транспортировали на берег, стали известны первые победители. Интересно, однако, день получается. Ульяновские спасатели спасли меня из водной пучины. И еще я узнала кое-какие результаты. Московская команда Кунцева сразилась с ульяновцами. Федералы победили. Они выиграли бронзу. Еще несколько игр. Чем ближе к финалу, тем задорнее и злее играли спортсмены. В результате серебро получила столичная команда «Спарта». А золото взяла команда «Максимус» из Казани. Виктория Черкова, Александр Кудряшов. Уллправда ТВ. Наши паралимпийцы в 2022-м привезли из Сочи целых 14 медалей. Можно сказать с гордостью, что международные летние игры «Мы вместе. Спорт» прошли для ульяновцев успешно. Общекомандная позиция спортсменов остановилась на отметке в 22-е место. Всего же участвовало 78 команд. Ульяновскую область представляли 8 спортсменов. Четверо из них – легкотлеты и занимаются у одного тренера. Алексей Михалкин работает в Ульяновской спортивно-адаптивной школе с момента ее основания. Его воспитанники – призеры паралимпийских игр в Токио и различных международных и европейских чемпионатов. Алексей признается, для него ребята – это не просто индивидуальные спортсмены, а сплоченная команда. Он называет их ласково бандой. Во-первых, начнем с того, что здесь и природа, и таланты, и способности, и все это имеет место быть. Но к этому всему прилагается еще и характер, их трудоспособность, трудолюбие. Ну и тандем спортсмен-тренер здесь, соответственно, самое главное. Никита Катуков начал заниматься спортом в 10 лет. Выбрал для себя прыжки в длину. В паралимпийской сборной России с 2017 года. В копилке спортсмена множество наград. Серебро на чемпионате Европы, бронза на паралимпийских играх в Токио. А теперь еще и золото на международных летних играх в Сочи. Спорт для Никиты не просто работа, а целая жизнь. Ну, мне нравятся именно технические виды. Всегда к этому склонялся больше, поэтому выбрал прыжки. А секрет хорошего прыжка в чем? Тренироваться и с головой дружить. В момент, когда вы бежите, делаете прыжок, о чем-то думаете? Ну, визуализирую движение, прыжок сам. И уже там на автомате все как-то происходит за долю секунды. Поэтому в основном все это на тренировках происходит. Антон Феоктистов стал шестым в мире среди бегунов на Олимпиаде в Токио. А в Сочи стал лучшим на дистанции 400 метров. В беге на 100 метров показал третий результат. В планах у Антона поехать в 2024 году на паралимпийские летние игры во Францию. И показать там свой лучший результат. Получить заветную олимпийскую награду. Ну, в моей копилке, знаете, что, во-первых, это длинный сезон очень был. И я очень был рад, что он закончен. И, слава богу, без травм. Спасибо на этом тренеру. В целом, я ждал хорошего результата, в принципе, что я и показал. И я очень доволен, что показал на 400 довольно хороший результат. В принципе, потому что это моя основная дистанция. Анастасия Соловьева завоевала три золотых медали в беге на 100, 200 и 400 метров. Артур Швейгерт выиграл две серебряные награды в беге на 100 и 400 метров. Они тоже воспитанники Алексея Михалкина. Также наши спортсмены привезли награды в толкание ядра, метание диска, плавание и тхэквондо. Восемь спортсменов завоевали 14 медалей. Семь золотых, две серебряные и пять бронзовых. В общекомандном зачете команда заняла 22-е место из 78 российских регионов. А по счету KPI область вошла в десятку сильнейших. Всероссийский студенческий фестиваль спорта прошел в 2022 году также на базе спортивных объектов нашего региона. Гостями стали сборные команды 18 регионов России. Принимали участие ребята не старше 25 лет, учащиеся в вузах нашей страны. Всю неделю на спортивных площадках Ульяновска идут соревнования фестиваля студенческого спорта. Торжественное открытие прошло в комплексе «Новое поколение». В церемонию торжественно начал коллектив барабанщиков. Следом за ними вышли спортсмены-участники. Глава региона приветствовал гостей и пожелал спортивных успехов. Всем хочу пожелать удачных, достойных выступлений судям легкого судейства, а гостям получить удовольствие от просмотра соревнований. До 13 ноября лучшие спортсмены вузов страны будут бороться за медали в баскетболе, волейболе, настольном теннисе, плавании, самбо, легкой атлетике, мини-футбол. В программу включены также шахматы, компьютерный спорт и многоборье ГТО. Кроме спортивных состязаний, для участников подготовлена увлекательная культурная программа. Мы занимаемся пропагандой физкультуры и спорта в наших вузах. Во-первых. Во-вторых, студенты собираются здесь для того, чтобы и посоревноваться, и обменяться какими-то новыми мыслями, подружиться, познакомиться. И это потом способствует и каким-то связям в дальнейшем и в учебе. Открыли фестиваль соревнования по легкой атлетике. Виктория Максимова, представляющая Чувашский университет, является действующей чемпионкой России. В Ульяновске ей не было равных на дистанции 200 метров. В легкой атлетике она уже долгих 7 лет, а ее результаты достигнуты ценой упорных каждодневных тренировок. «Начала заниматься спортом уже 7 лет назад. Карьера потихонечку. Два года назад перебралась в Чебоксары. Хорошие результаты пошли. Начали тренироваться более усиленно, усердно. В Канаше уже выполнила кандидата. Почти каждый год приезжали на этот же манеж. Здесь проводили сейчас соревнования, поэтому манеж очень родной и знакомый». Всего в соревнованиях по легкой атлетике три дисциплины. Это бег на 200 и 800 метров среди юношей и девушек, а также шведская эстафета, где первый бегун бежит 100 метров, второй 200 метров, третий 400, четвертый 800. Организаторы соревнований ждут высоких спортивных результатов. Как и во всех видах спорта, здесь есть свои фавориты. «Чувашия» – это вообще, я считаю, как бы мека в легкой атлетике не только по волшебной стране. Поэтому очень сильно традиционно эта команда всегда представлена. Но очень хочется, чтобы еще наша команда ульяновская, ульяновская ульяновская ульяновская, тоже достойно выступила. Всего Ульяновская область примет более 500 студентов и аспирантов не старше 25 лет. Наш регион на студенческом фестивале представляет 28 спортсменов. Кирилл Савосин, Геннадий Бухтояров, Даниил Сурков, Управда ТВ. Ульяновская команда впервые за 15 лет завоевала путевку в футбольную национальную лигу. Волжане одержали уверенную победу в заключительном туре в Свердловской области над Уралом-2. Ворота соперника «Волга» забила три безответных мяча. Досмотр такой же строгий, как в аэропорту. Чтобы попасть на стадион в Сысарте, ульяновским болельщикам приходится выстоять довольно большую очередь. Но оно того стоит. «Волга» играет с Уралом-2. Победа гарантирует Волжанам первое место в чемпионате России и прямую путевку в ФНЛ. «Атмосфера сегодня, помимо того, что напряженная, еще и волнительная. В том плане, что мы все ждем уже 15 лет выхода «Волги» в первую лигу. И верим, очень сильно верим, что сегодня и случится». Главному тренеру «Волги» Ренату Аитову также пришлось кумекать над стартовым составом. В запасе остался Никита Супагин. У него травма. Но про разминки не скажешь, что у его партнеров через полчаса самый важный матч сезона. Откровенных шуток не слышно, но нет и зажатости, которая присутствовала в предыдущих поединках с мясским торпедо и тольятинской ладой. «Мы приехали, чтобы победить! Чтобы победить!» Сменщик травмированного Супагина, нападающий Белал Белалов, долго сидел в запасе и ждал своего часа. Дождался в самом важном матче года. На 12-й минуте поединка именно его передача от лицевой линии стала голевой. Форварду Алексею Каштанову даже не пришлось прыгать, чтобы отправить мяч в ворота уральцев. 1-0. «Волга» уже в самом начале. «Да, это был очень важный гол. Важно было быстро забить, чтобы почувствовать уверенность и чтобы спокойнее дальше проводить матч. Это был очень важный мяч». Преимущество в один мяч скользкое, поэтому «Волга» не останавливается и в конце тайма забивает снова. Каштанов с передачи капитана команды Алексея Цыганцова оформляет дубль и с 13-ю мячами становится лучшим бомбардиром ульяновской команды в нынешнем сезоне. «Честно, у меня не было волнения. В первую очередь, нам надо было очень побеждать. Мы все настраивались, ребята все этого хотели». После перерыва команды поменялись воротами, но характер игры остался, что и раньше. «Волга» по-прежнему давит соперника на его половине. И в благодарность за низкую поддержку гости дарят своим болельщикам еще один гол. Махмутов, у которого словно глаза на затылке, пяткой пасует на Гюрюгова, и тот забивает свой юбилейный, десятый гол в сезоне. «С Русланом на тренировках у нас часто достаточно проходят такие вещи. Мы с ним на одной волне в этом смысле. И я, и мой, и он, и мне можем даже спиной друг друга чувствовать. Поэтому я сто процентов был уверен, что он отдаст». После гола Гюрюгова всем понятно – «Волга» своего не отдаст. Лишь судейская бригада соблюдает все формальности, добавляя к основному времени – три минуты. Ринат Аитов все еще гонит своих подопечных вперед. А на Ульяновской скамейке запасных уже во всю праздник. И вот он – долгожданный финальный свисток. Никому не важно, как там сыграл Челябинск и все остальные соперники. Спустя 15 лет «Волга» становится чемпионом и выходит в ФНЛ с первого места в турнирной таблице. «Я думаю, праздник для всех, для горожан. Для болельщиков. Ну, я очень горд ребятам, я очень горд тюременским штабом, я очень горд нашим болельщикам. Посмотрите, сколько народу тебе пришло. Это непередаваемое чувство, наверное. Такое… Ну, у меня второй раз в жизни, но это было у меня в 20 лет. А сейчас мы вышли, такой кропотливый трус сделали. Я не могу передать даже словами, что я чувствую. Счастье, счастье. Этой победой со счетом 3-0 «Волга» увековечила в своей истории имя главного тренера – Рината Аитова. В 2007 он вывел ульяновскую команду в первый дивизион как игрок, а теперь повторил успех во главе тренерского штаба. Новый чемпионат на новом, более высоком уровне у «Волги» уже через месяц. Я очень рад за ребят, за ульянов, за всех. Мы сделали это. Значит, чувства разные, поэтому сложно передать. Сложно очень. Как мы поедем, как? Видите, все довольны, все рады. Я думаю, что Ульянов засуществил, его область тоже. Все нас поддерживали, даже с области звонили. И даже деревне звонили, поддерживали. Вот поэтому мы и, наверное, заняли первое место. Михаил Сашанский из чемпионской раздевалки в футбольной «Волге» у «Правда ТВ». В Ишеевке этим летом прошел второй этап Кубка Ульяновской области по трофи-рейдам «Жара». Это гонки по бездорожью с различными преградами – бродами, холмами и лесами. Несколько десятков экипажей штурмовали местные окрестности. Их главная задача – собрать все контрольные точки и пройти дистанцию как можно быстрее. Первый трофи-рейд провели вдоль бассейна Амазонки под джунглем. Тогда на это понадобилось 12 дней. Пилоты из Ульяновской области с задачей справились за пять часов. Штурмовали бездорожье лесов вблизи Ишеевки. Так буквально отгремел второй этап соревнований. Но обо всем по порядку. Почти три десятка экипажей спешат занять свое место на центральной площади. Здесь торжественное открытие – брифинг. А еще самые преданные зрители – дети, друзья, знакомые. От них участники слышат то самое. Ни пуха, ни пера. Всем пожелать победу 31-му экипажу в «Опенпрофи» и 13-му экипажу в «Опенпрофи». Как бы вообще всем экипажам желаем удачи, чтобы у них ничего не ломалось и все было замечательно. Приставка к названию команды – класс, в котором будут гоняться машины. Он зависит от технической подготовки внедорожника к соревнованиям. Всего их пять. Экипаж под счастливым номером 13 по желанию услышал. Его большая часть – девушки. Не хрупкие и слабые, как принято считать, а боевые и азартные. А вот обязанности пилота и штурмана легли на мужские плечи. Какой настрой вообще-то год? Боевой! Очень понравилось. У меня муж участвовал всегда в «Трофе». И по его стопам я начала гонять. Я за рулем. Они нас направляют, а мы уже бежим. А девочки берут точки. Муж Татьяны Прохоровой, который научил разговаривать на «ты» со скоростью, тоже участвует в «Трофе» рейде. Но в составе 73-го экипажа. Александр в этом спорте с 2008 года. За 14 лет ни разу не пожалел о своем выборе. Самое главное – хорошие эмоции и доехать до финиша. Как бы пока везло. За все время участия ни разу не понадобилась эвакуация. Всегда добирались сами. А добраться до финиша не так-то просто. Это нелинейная гонка, как, к примеру, в «Формула-1». Экипажи вместо схемы маршрута получают перечень контрольных точек. Их заранее определяют организаторы. А это тоже большая работа. Они первыми проходят весь путь. Прикидывают время, которое понадобится, чтобы пройти дистанцию. Мы до этого едем, за несколько дней, прокладывают трассу. По два-три дня живем в лесу. Приезжаем в лес, выбираем просто место. Вот это место мне нравится. Я ставлю здесь точку, я ставлю, просто координаты убивают. Какие именно будут координаты, экипажи не знают до самого старта. Он, в свою очередь, организован на открытой лесной территории. Так выглядит линия старта. Все участники в сборе. Здесь каждому из гонщиков выдали вот такой листок. Это называется «Локус Мэп». В нем координаты. Их нужно вбить в навигатор. И тогда путь начинается. И сразу в грязь. А точнее, в болото. Именно там первая точка. За безопасность переживать не стоит. На каждом участнике – вейдерсы. Если переводить дословно с английского – «забродные штаны». Это полукомбинезон, который не пропускает воду. Чтобы не повредить руки – перчатки. А на голове обязательно защитный шлем. Как только контрольная точка в кармане – время выбираться на сушу. Но не всегда машина так легко справляется с препятствием. В таких случаях ей помогает экипаж. А точнее – лебедка и якорь. Один участник держит конструкцию, второй – штурвал. Именно поэтому у трофи-рейды принято считать командными гонками. Как впечатление? Хорошее. Отличное впечатление. Спасибо организаторам за такую гонку. Впечатление отличное и у экипажа из Димитровграда. Именно там прошел первый этап Кубка. Ребята отметили – маршрут не из легких. Он отличается из города в город. Важную роль играет ландшафт, особенности почвы. Поэтому никогда не угадаешь точно, что тебя ждет на пути к победе. Вообще, в Ульяновской области одно. Например, в Самаре другое. Мариэл. Совсем вообще другие места. То есть у нас такого вообще нет. Там сложнее? Там в основном болото. Да, в основном болото. А у нас грязи много. Болот мало. Но грязь тоже лечебная. И это вся история про взятие только одной контрольной точки. Всего их несколько десятков. Так и проходит один день трофи-рейда. Следующий начинается с подведения итогов. Победителей выявляют в каждом классе. И уже потом торжественная часть. Слава и Кубке лучшим командам. Среди них и 13-й экипаж. Девушки взяли золото. Следующий этап пройдет 2 и 3 сентября. Александра Никитина и Данил Сурков. Управда.ТВ. Сложнейшие трассы, разнообразное дорожное покрытие и трехмерные скоростные спецучастки. Организаторы чемпионата России по ралли-рейдам подготовили для участников интересные полосы препятствий. В Ульяновск на соревнования приехало более 40 экипажей из России и Беларуси. Ульяновская земля вновь стала центром притяжения для автогонщиков. В регионе прошел ралли-рейд Баха-Холмы России. Этапы чемпионата России в Ульяновской области проводятся ежегодно. На открытии губернатор пожелал успехов участникам. Я хочу пожелать всем участникам, спортсменам удачных выступлений, гостям наших соревнований получить максимальное удовольствие. Организаторам обязательно осмотреть вопрос о дальнейших этапах чемпионата России именно в Ульяновской области. Гонки прошли в Ульяновском, Кузоватовском, Теренгульском районах. В регион приехало 40 гоночных экипажей из 23 городов России и ближнего зарубежья. За уикенд спортсмены на одном дыхании преодолели 860 километров дорог, из которых 650 километров спецучастки. Спортсменам очень нравится Ульяновская область. Это практически единственная гонка, которая проходит на средней полосе России, которая имеет грязь, холмы, лесистые такие участки. Поэтому Ульяновск, он интересен, красив. Все думают, что спортсмены не смотрят вокруг. Смотрят, любуют и наслаждаются иногда зрелищем природы в том числе. Главная фишка гонки – это участие грузовиков. В этот раз на трассу вышли сразу 4 экипажа команды «КамАЗ Мастер», 3 машины белорусской команды «МАЗ Спорт Авто» и 3 автомобиля «ГАЗ» от «ГАЗ Райт Спорт». Все приехали побеждать. О том, как достичь хороших результатов, рассказал пилот команды «КамАЗ Мастер». Безусловно, это командная работа, когда весь коллектив работает на общий наш успех. Самое главное, чтобы победил автомобиль «КамАЗ». И над этим мы работаем в течение года, в течение месяцев. Ну и также от той слаженной работы, которая будет производиться в экипаже. По итогам этапа в абсолютном зачете Владимир Васильев стал первым. В грузовом зачете золото взяла команда «КамАЗ Мастер». Следующая гонка пройдет в Ростове-на-Дону с 21 по 22 октября 2022 года. Кирилл Савосин, Сергей Кудаков, Управда ТВ. Праздник спорта и девичьей красоты. Это о всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике. Новое поколение, которое Ульяновск почетно принимал. Около 800 талантливых спортсменок страны из 32 регионов России поборолись за звание лучших. В Ульяновске прошли всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Новое поколение». Состязание принял дворец художественной гимнастики Татьяна Арена. «Новое поколение» – это отборочное соревнование. По итогам пяти дней борьбы из сильнейших будет сформировано сборное общество «Спартак». Старший тренер юниорского состава сборной России Екатерина Сиротина отметила, значимость этих соревнований очень высока. Это очень важный, ответственный для них старт, потому что на этих соревнованиях мы формируем сборную команду общества «Спартак» по художественной гимнастике. Желающих очень много. И для всех это действительно ответственный старт, потому что они очень много работали, очень много готовились. И сейчас самое главное – не испугаться и показать все то, чему научились. Торжественная церемония открытия. Спортсменок встретили аплодисментами. Среди почетных гостей – первые лица региона, тренеры федерального уровня. В этом году показать себя и проверить свои силы приехали 800 гимнасток из 32 регионов страны. Соревнования проводятся в индивидуальном зачете и групповых упражнениях. Возраст спортсменок от 5 до 17 лет. Команды из Казани в Ульяновске на соревнованиях не впервые. На этот раз они прибыли в количестве 7 человек. Тренер Екатерина Макурина лукавец не стала, приехали побеждать. Тренируемся усиленно, когда есть возможность. Даже тут, приехав сюда, в Ульяновск, прекрасный спортивный комплекс «Татьяна-арена». В таких условиях очень приятно тренироваться, очень приятно выступать. И мы уже тут не первый раз. И с удовольствием сюда приезжаем, так как соревнования проводятся на очень высоком уровне. Кто-то уже успел выйти на гимнастический ковер и показать себя. Для кого-то сейчас идут последние приготовления. Волнение зашкаливает. Художественная гимнастика по праву считается одним из самых красивых видов спорта. За каждым номером, грациозными движениями спортсменок, профессионально выполненными элементами, скрывается невероятный труд месяца и года тренировок. Я выступаю личную программу, готовлюсь достаточно давно. Моё упражнение восточное вместе с классикой. Я немного волнуюсь, но в принципе всё хорошо. Соревнования завершатся 25 сентября. Следующим этапом для молодых спортсменок станет Всероссийский турнир юной гимнастки России, который также пройдёт в Ульяновске в октябре. Это всё, о чём мы хотели рассказать вам. В 2023 году будьте счастливы и успешны. Оставайтесь в Уллправда ТВ и будьте в курсе главных событий региона. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»